Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Алексей Соколов на канале Реальный Мир. Я могу подойти к косуле на 10 метров. Вот, например, здесь показывал. Могу наоборот, спрятаться так, что косуля сама подойдет ко мне вплотную. Тоже на канале куча роликов была на эту тему. Вот, например, прямо в этих местах снималась. Но всегда ли нужны такие сложности? Всегда ли нужно стремиться подойти к животному максимально близко? Или иногда лучше снять красиво издали? Давайте я вам покажу несколько кадров, снятых, в общем-то, в районе вот той точки, где я сейчас стою, снятых именно издали. Вот группа белых аистов. Снята с расстояния 200 с лишним метров. Вот здесь вот недалеко снималась. Вот. Аист. Птица вообще доступная. К нему несложно подойти. Не надо быть специалистом по маскировке. Не надо быть опытным натуралистом. Вот, например, у нас на канале был ролик из недавних. Да, а так аист в упор подпускает. Но мне кажется, вот эта композиция, что аисты сидят на горке, она красива именно за счет того, что там расстояние, за счет того, что мы видим местность, видим ландшафт, видим, как они красиво сидят. Или другие птицы аналогичного размера. Вот кусочек съемки с журавлями. Тоже буквально вот здесь сейчас стою сам. Метров 350 до птиц. Посмотрите, ну нужно ли здесь пытаться подобраться к ним ближе. Здесь мы видим большую группу птиц, наблюдаем за их поведением. Это все красиво, это интересно, это информативно, композиционно кадр интересно построен. Все отлично. Если мы подберемся к ним поближе, ну что мы получим? В лучшем случае журавля крупным планом. Ну так это уже снято-переснято. Хотя к нему подобраться сложнее, чем к КС-2. А так интересные, уникальные кадры. Те же косули, ну кучу кадров я вам показывал, кучу фотографов у нас в Литве снимают косуль сблизи. Но можно же их снимать и издали в ландшафте. Вот пожалуйста, вот на этих холмах с расстояния километр снята косуля. Посмотрите, она красиво освещена в солнце. Хоть солнцем до нее хоть очень большое расстояние, но картинка получилась красивая, интересная. Так что, друзья, совсем не обязательно, чтобы снимать природу красиво, пытаться подобраться к животному максимально близко. Если вы снимаете природу, даже если у вас нет дальнобойной оптики, вы можете самой простой камерой, хоть мобильником, хоть мыльницей какой, иногда снять очень красиво, просто не надо подходить близко, стремиться. Лучше с большого расстояния попытаться красиво вписать животное в ландшафт, в его естественной среде обитания. Так что пробуйте, снимайте, берегите природу и до встречи в реальном мире.